К сожалению, Украина – это страна, в которой доверие абсолютно полностью разрушено. Это было совершенно объективное давление на гривну. Другой вопрос у меня возникает, почему резервы исчезли. Может быть, глава Нацбанка просто ошибался, и весь монетарный совет, потому что не один он отвечает. Не просто вера нужна, а нужны действия со стороны властей. Обслуживание пенсионеров – это забота их собственных семей. Мы этого хотим расклада? Олега, здравствуйте. Здравствуйте. Вот сегодня такой информационный повод. Сегодня в ГПУ должны были прийти на допрос Валерия Гонтарева, Злочевский и другие. Ну вот сконцентрируемся с вами как с экономистом, от этого оттолкнемся по поводу Гонтарева. Понимаем, что это то, где идет расследование, это 2014 год, это ICU, это не дело, как она была главой Нацбанка. Но вопрос, вот отталкиваясь с этим, она в Британии, она не приходит. Прогнозируете ли вы, что исходя из той деятельности, которая была Валерия Гонтаревой осуществлена в качестве главы Нацбанка, к ней тоже могут быть такие вопросы, что могут быть и повестки, и даже поездки в Лондон для того, чтобы с ней встретиться? Я не берусь комментировать юридическую сторону вопроса, потому что я просто некомпетентен в этом. Но в моем понимании ситуация вот в чем состоит с экономической точки зрения. Экономика это не только деньги, экономика это не только цифры, экономика это еще и доверие. К сожалению, Украина это страна, в которой доверие абсолютно полностью разрушено. Разрушено по всем направлениям. Разрушено доверие между всеми экономическими агентами. Разрушено доверие между человеком и банком. Человек не очень активно несет свои средства в банк и открывает депозитный счет, потому что он не очень доверяет банку. Коммерческие банки не очень кредитуют друг друга, потому что не доверяют достаточно друг другу. Все вместе они не доверяют до конца политике Украинского национального банка. Украинский национальный банк не доверяет сигналам, которые идут для него с рынка. Каждый отдельный контрактер не доверяет своему контрагенту. Контракты нарушаются. Здесь есть целая такая вот клубок проблем, которые нуждаются в разматывании разрешений. И до тех пор, пока ты не решишь вопроса, каким образом восстановить доверие, говорить по поводу того, что экономика страны может бурно или активно развиваться, тоже не приходится. Потому что ты не возродишь кредитование, потому что твои контракты снова-таки не будут выполняться, потому что у тебя сложно прогнозируемая политика. Все равно кого. Политика, связанная с государственным долгом, с заимствованием или политика монетарная, которую проводит национальный банк, она может и правильная, но ей не доверяют. И вот часть этой истории недоверия, она лежит в конце концов в людях. В людях, которые формулировали эту политику, люди, которые влияли на эту политику, люди, которые оказались в тот или иной момент времени во властных кабинетах. И поэтому, когда говорят по поводу вот этих расследований, которые сейчас идут, для меня это сигнал того, что новая администрация пытается разобраться с ситуацией и пытается, если были какие-то нарушения, показать их общественности и вернуть таким образом доверие. Ну вот весна, пора сажать, это же с этим, с цимхаслом, да, и шлы. И мы все это помним, и, в общем-то, и за это тоже голосовали. И вот сейчас просто такие, вот вы говорите, вопрос, да, в людях. Вот такие люди, как Валерия Гонтарева, они в принципе, как там, не знаю, Арсений Яценюк, они собрали на себя некий тот негатив, который вообще был к ушедшей власти. И поэтому более активно, да, мы на них смотрим, что происходит. Есть ли, на ваш взгляд, вина там Нацбанка, Гонтари в том, что сейчас у нас доллар такой, какой он есть. Должен ли человек за это отвечать, если это касается ее. Банки, которые позакрывались, да, все ли там было прозрачно, все ли банки были закрыты, именно те, которые действительно высасывали там из бюджета, да, рефинансирование, или же, знаете, были свои чужие. Поэтому, поскольку слишком много вопросов и непрозрачная деятельность, вот просто хочется понимать, как вы это видите. Я понимаю, что вы не ведете расследование, что вы экономист, ну, все-таки, вот, ближе понимание. Опять-таки, с экономической точки зрения, что происходило и на ком лежит какая вина. Если вы посмотрите 2014 год, февраль 2014 года, у нас идет резкое уменьшение золотовалютных резервов. К слову сказать, золотовалютные резервы на тот момент времени в Национальном банке не находятся на нулевой отметке, как пытались периодически показывать это у нас. В реальности они находятся на уровне 15 миллиардов долларов. Потом идет продолжение снижения золотовалютных резервов. Оно снижается в феврале уже 2015 года. Резервы составляют 5 миллиардов или около 5 миллиардов долларов. Вот там уже снижение идет. Сразу после этого начинается программа сотрудничества с Международным валютным фондом. Начинается закачка валюты в страну. И уже в феврале 2016 года наши резервы находятся на уровне 15 миллиардов долларов. То есть, вот, февраль 2016 года мы достигаем уровня фактически февраля 2014 года по объему резервов. И потом уже в феврале 2017 года резервы находятся на уровне 18 миллиардов долларов. То есть, превышает этот уровень первоначальный. И в февраль 2018 года резервы находятся на уровне около 20 миллиардов долларов. Ну, в общем, меньше они. Около, можно сказать, около 20 миллиардов долларов. И сейчас это где-то на уровне около 21 миллиарда долларов. Когда у вас резервы, это важный параметр для того, чтобы мы думали с вами по поводу того, о какой может быть курс в стране. То есть, вам нужна какая-то защита. Для страны нужна какая-то защита. И когда резервы снижаются, для меня это является свидетельством того, что в какой-то момент времени начинается вымывание валюты из страны. И вот в февраль 2014-февраль 2015 года, очевидно, ведется вымывание валюты из страны. Оно объективно. У нас есть дефицит счета текущих операций. Это значит, что будет отток денег. И плюс у нас идет серьезнейшая часть этой большой истории дефицита счета текущих операций. Это удар, который мы получаем в какой-то момент времени, вот в феврале 2014-го, или может даже раньше, от Российской Федерации. Тот объем продукции, тот объем экспорта, который мы продавали на Российскую Федерацию, он вдруг начинает резко снижаться. Фактически, в какой-то момент времени он приостанавливается, потом вообще останавливается, потом снова оживает, но он уменьшается. Если вы посмотрите, скажем, период до 2014-го года, вы увидите, что в этот период времени в каждой гривне, которую мы здесь с вами в Украине получаем, порядка 20 копеек проплачивают потребители в Российской Федерации. В тот же период времени потребители в Европейском Союзе проплачивают около 12-13 копеек в каждой гривне, которую мы здесь получаем. Это до февраля 2014-го года. Потом динамика такая, что доля Российской Федерации в покупке нашего экспорта, она уменьшается. Уменьшается, потому что они блокируют этот экспорт. Наш экспорт к себе на территорию, они блокируют. И когда у тебя есть блокировка, то у тебя же нету, ты не получаешь объем той валюты, в которой ты получал раньше. Буквально за очень короткий период времени доля Российской Федерации в общей структуре нашего экспорта настолько резко снизилась, что уже вместо 20 копеек каждой гривни, которую мы получали до начала 2014-го года, Российская Федерация проплачивает порядка 5 копеек в каждой гривне, которую мы здесь с вами получаем. Но проблема в том, что европейское направление не покрыло нам вот этот, ну это неправильно сказать, но оно не покрыло вот этот ущерб. Мы не смогли отыграть по европейскому направлению вот эту потерю абсолютную валюты, которая произошла. Но когда у вас теряется валюта, когда у вас происходит уменьшение резервов, тут есть тоже вопросы по уменьшению резервов, когда у вас происходят такие действия, то в этот же период времени совершенно объективно у вас образуется серьезнейшее девальвационное давление. И когда мы видели с вами период февраль 2014 года до, скажем, февраля 2015 года, это было совершенно объективное давление на гривну. Другой вопрос у меня возникает, почему резервы исчезли. И вот здесь роль может быть регулятора. Роль регулятора состоит в том, что если у тебя было 15,5 миллиардов долларов, а резервы у тебя начинают так резко сокращаться, то у тебя были какие-то проблемы, связанные с курсовой политикой. И можно вспомнить тот период времени, когда мы с вами видели, называется, множественность валютных курсов. Когда курс национального банка один, курс, по которому банки торгуют между собой другой, курс, по которому рассчитывается компания еще какой-то, а курс возле универмага Украина, который для меня всегда был таким объективным показателем, что если уж совсем что-то плохо происходит с нашей экономикой, то там появляются эти тетушки с сумками, которые покупают, привет из 90-х, которые согласны покупать по выгодному курсу доллара, ну и продать их по такому же выгодному курсу. И курс там был совершенно другой. И вот мы видели с вами отличие в курсе, который был на тот момент времени национальным банком, устанавливался, и курс, который предлагали вот эти тетушки возле универмага Украина, он отличался в разы. Для меня вот эта множественность курсов говорит о том, что были существенные просчеты в курсовой политике национального банка. Но мне кажется, все-таки надо не забывать, что национальный банк А – независимый, реально независимый орган и должен быть независимым органом. И Б – стоит не забывать, что в реальности этот независимый орган имеет право определять нашу монетарную политику и регулировать свои действия на тонный регулятор, для того, чтобы поддерживать или регулировать курс и инфляцию, которая возникает. Поэтому в этой связи, конечно, могут возникать серьезнейшие вопросы к национальному банку страны. Но, опять-таки, насколько я понимаю, решения, которые принимаются любым регулятором, будь то Федеральная резервная система Европейский центральный банк или Национальный банк Украины, это решения, которые принимает не один человек в банке, это принимает группа лиц. Тоже правда, что, возможно, этого не должно быть. Не может быть воздействия на руководство Национального банка, по крайней мере, в Украине и в других странах тоже. Не может быть воздействия со стороны каких-то других властных кабинетов. Если было это воздействие, это плохо, это значит, что независимость была нарушена. Если были какие-то умыслы в том или ином действии, это тоже проблема. Но также надо понимать, что ты можешь ошибиться. И, может быть, глава Нацбанка просто ошибался. И весь монетарный совет, потому что не один он отвечает. К слову сказать, я понимаю, что там же у нас было несколько изменений до того, пока госпожа Гонтарева оказалась в своем кабинете. Там же был другой руководитель. Насколько я правильно помню, господин Кубев был руководителем Национального банка Украины. в самом начале вот этой трансформации. Но, опять-таки, не каждый из них принимал это решение. Все-таки у них это коллегиальное решение. Либо они искренне заблуждались, либо там были какие-то серьезные просчеты. Вы имеете в виду, что либо должны были золотовалютные резервы не уходить, а курс гривны падать, либо курс гривны должен был держаться. Тогда понятно, куда ушли золотовалютные резервы. А у нас, получается, и гривна упала, и резервы ушли. Ну, в упрощенном варианте можно сказать и так. Олег Устенко, советник президента Украины Владимира Зеленского, гость в нашей студии. А вот что вы думаете по поводу деятельности Валерии Гонтарева и на посту главы Нацбанка? Пишите, пожалуйста, в комментариях и не забывайте подписываться на наш канал. И тоже правда, что когда происходят вот такого рода изменения, особенно курсовые изменения, надо понимать, что, конечно, кто-то на такого рода изменениях выигрывает. Всегда есть кто-то, если кто-то проигрывает, всегда есть кто-то, кто выигрывает. И вопрос этот, который выигрывает, он может выигрывать большие суммы, но все остальные теряют. Вот почему катастрофой было для украины, для украинцев то, что мы с вами, наша национальная валюта потеряла 2 трети своей стоимости в очень короткий период времени. И вот эта потеря стоимости, которая произошла, она означала и вот этот инфляционный скачок. Вот почему 2014, 2015, 2016, 2017 года кумулятивный уровень инфляции был настолько высок, что, в общем, мы можем говорить сами, что цены потребительские выросли в более чем 2 раза. Вот почему проседание валюты было такое глобальное, что из страны более-менее, хотел сказать, относительно развитой. Из относительно развитой страны, по крайней мере, по уровню ВВП на душу населения, да еще там скорректированная по паритету покупательной способностью, мы уже не были самыми там бедными в Европе, а мы оказались самыми бедными в Европе. Вот почему вот этот период времени экономически означал крушение надежды. Крушение надежды, потому что ты стал такой бедный, и ты не веришь в справедливость, не веришь в то, что ситуация склонна к выравниванию, хотя, в принципе, это должно было бы быть к выравниванию. Мы увидели с вами эту активизацию миграционных процессов. Но не стоит думать, что это навсегда, и вот не может. Я понимаю, что это не совсем то, что вы хотели от меня услышать, вы все хотели юридическую сторону вопроса, я не могу ее комментировать, но я могу вот с точки зрения экономиста сказать, что не всегда будет плохо, и бывает плохо. Подобно, если предположить, и я надеюсь, что я прав в своем предположении, что мы начнем реально достаточно быстро расти, я думаю, что у нас будет позитивная подвижка в притоке капитала в страну. Я вижу теперешние изменения, которые происходят вовне по отношению к Украине, в том числе и со стороны кредиторов и инвесторов. И, на мой взгляд, вот это изменение отношений, например, оно выражается очень четко в том, что стоимость заимствований для Украины, она снизилась. Предыдущая администрация перед своим уходом вынуждена была одалживать почти под 10% годовых, сейчас было одолжено под 7%. Правда сказать, в евро, а там было в долларах, но тем не менее. Вот это отличие 300 базисных пунктов на 3%, да, вроде как 3% пункта называют экономисты, но вот это отличие стало дешевле, мы стали занимать. Почему? У нас что-то изменилось так буквально сразу на протяжении 1-2 месяцев? Нет. Изменилось отношение к нам. Кредиторы, заемщики и инвесторы начали верить больше в Украину. Еще ничего не произошло, только появился новый президент. То есть это пока у них просто, скажем так, необоснованный оптимизм, то есть необоснованный с точки зрения каких-то фактов. Я не имею в виду, что он не реализуется. И это значит, что есть позитивные ожидания. Все ждут чего-то нового, ждут в отношении Украины многие, новой эпохи. И задача Украины и украинского руководства сделать все возможное для того, чтобы изменить крен. А вот если ты меняешь крен, если ты закачиваешь валюту в свою страну, например, по статье инвестиции. Ну шутка ли? Вот подумайте о том, что происходило предыдущие годы. Мы слышали с вами рассказ о том, что инвестиционный и бизнес климат в стране все улучшается, улучшается, улучшается. А в реальности на фоне этого рассказа об улучшении, 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 притоки прямых иностранных инвестиций в страну все снижались, снижались и снижались. И если в этом году мы должны были получить полтора миллиарда долларов притоков инвестиций, в прошлом году мы получили 2 миллиарда долларов, еще годом ранее 2,5 миллиарда долларов, а еще годом ранее 3,5 миллиарда долларов, то как-то странно звучит вот этот рассказ о том, что бизнес климат улучшается, вроде как должно быть по восходящей притоке денег, а они в реальности снижаются. То есть вот как театр такой вот абсурдов. Но сейчас инвестиции вот после выборов был пересмотр очень многих прогнозистов по поводу экспертов, по поводу притоков инвестиций на страну Украина. Он увеличен, пусть незначительно, с полтора миллиарда долларов на этот год до 2 миллиардов долларов. Но что это означает? Если тебе закачиваются инвестиции в страну, если у тебя есть приток валюты в страну, ты меняешь логику процесса, ты просто разламываешь ее, выходишь за вот те традиционные рамки. Твоя денежная единица, гривна в данном случае, не обязательно должна все время находиться под эвальвационным давлением. Не обязательно, чтобы она двигалась 8, 12, 16, 20, 25 и пошло туда дальше наверх. Возможно движение 25, 27 и потом укрепление валюты. Но это возможно достичь, если ты закачиваешь валюту в страну. Закачивать валюту в страну ты должен не за счет кредитных ресурсов, о чем я сказал, как позитивный пример. А был бы идеальный вариант, если бы ты закачивал валюту в виде инвестиций, не кредитного ресурса, а инвестиций. Если ты закачиваешь инвестиции, то те, которые дают тебе инвестиции, кто вкладывает деньги в твою экономику, они для меня более важны, чем те, которые уехали из нашей страны, льют слезы по поводу того, что у нас плохо и как нам надо меняться, при этом находясь на других территориях, на любых других территориях. А при этом рассказывают нам, что мы должны сделать и как мы должны это сделать. Нет, для меня важен тот и таргетируемая для меня аудитория, это тот, кто вкладывает деньги, реальные, живые деньги в производство здесь. Кто согласен добывать газ у нас, кто согласен строить новые заводы, кто согласен впустить нас в эту большую производственную цепочку, которая есть производственная, европейская. Для меня важен тот европейский инвестор, который может сюда зайти. Для меня важно смотреть на поведение тех людей, которые уехали, вынуждены уехали с нашей территории, потому что они нам не верили, потому что то, с чего вы начинали. Они не верили в действия главы Национального банка, они не верили в действия премьер-министра одного-другого и вице-премьеров с первого по 31 номер. Не верили они. И нам надо заставить их поверить. И не просто заставить, не просто вера нужна, а нужны действия со стороны властей. И тогда мы не будем с вами лить слезы. Через сколько мы с вами здесь встретимся и скажем, что вот уже лед тронулся, господа присяжные заседатели? Я бы вот что сказал. В реальности я не вижу никакого пути посредины для Украины. Это не ситуация, когда ты можешь расти 5% и считать себя счастливым. Нет. 5-7%, о которых говорите вы, это недостаточно для Украины. Украина может и вправе показывать глобальный рост, например, на уровне около 10%. Он необходим. Почему он необходим? Потому что, во-первых, у нас стоимость обслуживания наших долгов съедает 5% нашего ВВП. Для того, чтобы мы продолжали с вами жить в этом году так же, как жили в прошлом, мы как минимум должны на 5% больше расти, потому что нам за долги надо наши рассчитываться. Первое. Второе. Не забывайте, что мы, в общем-то, действительно в состоянии войны находимся. И наш оборонный бюджет и сектор безопасности съедает еще почти 5% нашего ВВП. Это чуть ли не в два раза больше, чем платят страны, которые относятся к группе стран НАТО. Поэтому мы должны расти, просто вынуждены расти больше. Если будет рост вот такой вот половинчатый, 2-3%, то наши миграционные процессы, вернее, миграционные процессы с нашей территории будут усиливаться. Это будет просто ком идти. Первое. Второе. Если у нас уезжают люди, то социальная система не просто начнет давать пробуксовки, она будет рушиться. И тогда, если вот предположить, что этот статус-кво, который сейчас есть, он будет сохранен с ростом 2-3% в год, надо быть тогда готовыми к тому, что к 2025 году мы должны будем поднять серьезный вопрос о том вообще, как будет функционировать пенсионная система и вообще нужна ли она. У нас опыт Грузии очень любят использовать. Так вот, надо посмотреть на опыт Грузии, где в принципе пенсионная система, пенсии одинаковы для всех. Нет дифференциации, полная уравниловка. Ну и грузинский вариант может оказаться чем-то таким премиум класса для Украины, которая не решит вопросы, связанные с ростом. Тогда надо будет переходить вариантом части стран Средней Азии, где вообще не существует пенсионное обслуживание. Просто не существует. Обслуживание пенсионеров – это забота их собственных семей. Мы этого хотим расклада? Если нет, то мы тогда должны думать по поводу роста. Первые сигналы мы должны будем получить уже в следующем году. Для меня первым сигналом будет резкое увеличение притока в инвестиции в страну. Если я не увижу притока инвестиций в два раза больше в следующем году по сравнению с этим годом, значит, есть какие-то серьезнейшие проблемы. Значит, нам не до конца верят. Значит, мы не в состоянии конкурировать за инвестиционный ресурс. Если мы не увидим с вами, как минимум, сокращение темпа в миграции с нашей территории, то это тоже будет серьезная проблема. Значит, есть какие-то пробуксовки. Если мы не увидим с вами улучшения по направлению, например, развития среднего и малого бизнеса, то тоже проблема. Если мы будем видеть с вами, продолжать в следующем году те монстры, которые у нас есть, которые сжирают просто деньги украинских налогоплательщиков, с рассказами о том, что ни в коем случае не дадим приватизироваться, потому что это наша всенародная надбанья, то типа Укрспирты, ДПКЗУ и там конярства Украины и всех остальных любителей, заботы об интересах обычных украинских граждан, то тогда можно считать, что это реальный крах. Большое спасибо, Олег Устенко, экономист и советник президента Украины, был гостем в нашей студии. Смотрите нас в YouTube, на Политеку онлайн, подписывайтесь на наш канал и пишите нам комментарии. Спасибо, до свидания. Каждый раз их подонки и мародеры остаются безнаказанными. Простым людям приходит недобрый вечер. Подписывайся. Субтитры подогнал «Симон»!